Привет! В прошлый раз мы с вами говорили про хрущевки, но все мы знаем, как они выглядят в России. Сейчас мы с вами перенеслись в Берлин, но я стою на фоне точно такой же хрущевки, только в Германии. И мы можем наблюдать, как немцы интересно распорядились в социалистическом прошлом, как они креативно подошли к решению проблем жилья для людей в современном мире. Все начинается с того, когда мы подходим к этому дому и идем по дорожке с замощенной брусчаткой. Не припарковано ни одного автомобиля. Я покажу вам типичный подъезд хрущевки в Германии. Начнем с маленьких, но очень важных деталей. Например, водосточная труба. Она отводит воду в сторону дренажа, а не напротив подъезда. И поэтому, когда люди будут выходить из подъезда зимой, они не подскользнутся здесь. Следующая деталь – это прозрачные двери в подъезд. Это сделано для безопасности, чтобы когда ты подходишь к подъезду, ты понимал и видел, что тебя там ожидают, и тебе было комфортно. Ну и, помимо прочего, это просто красиво. Также рядом с подъездом не припаркован никакой автомобиль. Это значит, никто не коптит выхлопными газами вам в окно, пока ждет кого-то из своих друзей или любимых. Обратите внимание на еще одну отличительную черту этого дома – это балконы. Возможно, они были пристроены дополнительно во время реновации. Остекление балкона можно снять или установить по желанию жильца, но это все сделано в едином стиле, чтобы не нарушался дизайн-код дома. И, между прочим, нет ни одного кондиционера, висящего с фасада. Маленькая, но очень важная деталь, которую я не видел в России – это парковка для ходунков. Пожилые люди могут закрыть свои ходунки здесь и отправиться домой, и им не нужно будет их тащить с собой по лестнице в квартиру. Они могут воспользоваться ими в любой момент, когда им это необходимо.